Как разбирают торговый павильон, зрелище, пожалуй, не самое лучшее для его владельцев. Но все по закону. Срок действия, разрешение на размещение этого объекта и договор аренды земельного участка истек еще в декабре 2013 года. Администрация Адлельского района были подготовлены необходимые материалы и переданы в правоуправление администрации города Сочи для подготовки искового заявления в арбитражный суд Краснодарского края. Снести павильон силами владельца – таково решение суда. Обжалование оно не подлежит, да и продлить договор аренды невозможно. Согласно изменениям в жилищном и земельном кодексе, для этого собственник участка должен был поменять вид разрешенного использования, чего вовремя сделано не было. К слову, для внесения изменений владельцам объектов достаточно обратиться в кадастровую палату. Работа по выявлению подобных незаконных построек сейчас ведется по всему городу. Только в Адлельском районе с начала года было снесено 12 ларьков и боксов и в основном силами собственников. Как остановить незаконное строительство и не только ларьков обсуждали уже на совещании в Адлельской администрации. В Краснодарском крае сейчас насчитывается порядка 2000 самобольно возведенных объектов, из них половина в Сочи. В связи с этим в мэрии решили полностью переформатировать работу в этом направлении. Было принято решение взять под особый контроль все подозрительные стройки и при малейшем намеке на нарушение принудительно останавливать работы. Если участок имеет признаки незаконного строительства, то бишь есть разрешение на строительство, скажем, на три этажа, а туда забиваются 12-метровые сваи в трех, котлован глубиной в три метра, ну о каком трехэтажном здании может идти речь? Мы сразу будем налагать арест, будем отключать от политического, от воды, сразу же, законно, незаконно, потом пусть бегают адвокаты, публика вся эта бегает, не мы будем вокруг них бегать по судам, а они пусть побегают по судам. Для борьбы с такими застройщиками администрация намерена использовать и другие меры. Будут проводиться встречи с поставщиками стройматериалов, с ресурсоснабжающими организациями и строительными компаниями, чтобы те не предоставляли услуги недобросовестным застройщикам и таким образом не содействовали появлению на курорте очередного самостроя. Те же, кто желает возводить объект законно, чиновники готовы оказывать всяческое содействие. Приглашаю архитектуру, приглашаю правовиков, садитесь, проконсультировали, проинструктировали, значит, понятно, что можно, понятно, устраивает, ну, в плюсе будем в любом случае. Понятно, что хотелось, наверное, значит, этажей 20 грохнуть, но не получается. Остановить появление незаконного объекта значит решить еще одну проблему – роста числа обманутых дольщиков. В свою очередь власти города призывают риэлторов вести честный бизнес и не связываться с недобросовестными застройщиками. Я обращаюсь ко всем риэлторам с большим предложением и просьбой проверки соответствующих материалов, которые представляются вам, те документы, которые вы представляете покупателям. Не включайтесь в эту схему определенных действий, которые приводят к неблагоприятным последствиям самого же застройщика, самого же покупателя и, конечно же, создают ущерб государству. В отличие от торговых точек, застройщики многоэтажек, за редким исключением, до последнего отстаивают свои объекты. В прошлом году только один предприниматель согласился добровольно снести дом. И то объект находился на этапе закладки фундамента. В остальных же случаях собственники настроены решительно. Однако и администрации намерены идти в этом деле до победы. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.